Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily и в сегодняшнем выпуске мы расскажем вам обо всем, что Apple представила на пресс-конференции в Сан-Франциско. Итак, поехали! От меньшего к большему, так в прямом и переносном смысле, было организовано вчерашнее мероприятие. Сперва речь шла о новых приложениях для Apple Watch. В скором времени там появится мессенджер Facebook, iTranslate и программа, позволяющая использовать экран часов как видоискатель для камер GoPro. Также Apple показала медицинское приложение, почему-то названное AirStrip. Оно никак не связано с аэродромами, самолетами или стюардессами, но зато умеет отображать основные жизненные показатели, в том числе сердцебиение эмбриона, если владелец будущая мама. Само собой не обошлось без новых ремешков и цветов корпуса, но все это мгновенно забылось, как только Тим Кук вынес самое интересное. Здоровенный iPad. Знакомьтесь, это iPad Pro с экраном диагональю 12,9 дюйма, 64-битным чипом третьего поколения A9X, а также стилусом и физической клавиатурой, которые придется докупить отдельно. Surface Pro 3, ты ли это? Да, похож, но не в том, что касается цен. Они начинаются от 800 долларов за версию с 32 гигабайтами и Wi-Fi, а вариант с флешкой на 128 гигабайт и модулем LTE обойдется в 1080 баксов. Стоимость максимального набора, включающего оба модуля, составит 1350 долларов. Расстаться с деньгами фанаты бренда смогут уже в ноябре. Забавно, что в ходе презентации на сцену поднялись даже представители извечных конкурентов Apple в лице Microsoft и Adobe, которые поведали об интеграции их продуктов с iPad Pro. Символизм ситуации зашкаливал, но публика все же не забывала похлопать. Вслед за большим планшетом купертинцы анонсировали iPad mini 4, но о нем рассказывать особо нечего, по сути это просто уменьшенный iPad Air 2 с таким же железом. Цены на последний теперь начинаются от 270 баксов, а четвертый mini оценили в 400. Свой миг славы, точнее полчаса, достался и новой приставке Apple TV. У нее теперь собственная операционная система под названием TVOS, со своим магазином приложения, а также новый пульт с сенсорной панелью, микрофоном, акселерометром и гироскопом. Последний очень пригодится, ведь теперь Apple TV дружит с играми. Можно будет рубиться в теннис и другие моушн-развлечения, как на Nintendo Wii, советоваться Siri по поводу сериалов и отматывать фильм одной фразой, если не расслышали последнюю реплику героя. Все это в конце октября по цене 150 долларов за базовую версию с 32 гигабайтами памяти. И разумеется, новые iPhone 6s и 6s Plus, куда же без них. Из нового, процессор A9 с интегрированным сопроцессором M9. 12-мегапиксельная основная камера с поддержкой записи 4K видео, некое, цитируем, сверхпрочное защитное стекло экрана Force Touch, который здесь называют 3D-тач, а также улучшенные селфи благодаря использованию дисплея в качестве подсветки. Увы, начальные модели линейки по-прежнему оснащаются жалкими 16 гигабайтами памяти. Такой 6s обойдется в 200 долларов, а 6s Plus оценен в 300 с двухлетним контрактом. Вообще, вчера вечером мы наблюдали классическую Apple, которая приходит на уже изведанные земли и получает там несравнимо большую популярность, чем первооткрыватели. Вспомните, бесконтактные платежи или выход на рынок стриминговых музыкальных сервисов. А теперь вот стилусы и многозадачность на планшетах. Но сила бренда в очередной раз позволит купертинцам действовать именно так. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok